Повышенный интерес до минулого при Немовском окрае отзначают специалисты культурной галины. И такие выводы в первую очередь грунтуются на повеличении плыни наведленников профильных установ. Так, с начала года Грудинский музей истории и религии наведал больше 36 тысяч человек. Плюс 3 тысячи стали отделниками авторских интерактивных экскурсий. Опышные по праву называются брендом установы. А один из таких проектов отримал признание и был назван лучшим на Узровне в области. Кали пандемия, так бы мой, зачинила установы культуры, кажутся, працовники, была придумана новая для областного центра интерактивная программа по замежаме музея. Самая перша вандровка по еврейске Городне трымала активную воду гуродинцев. За гэты проект загадчика Дела наукового доследчай и экспозиционной выставочной работы Андрея Тихаймеров был узнагарожанной Управленням культуры АБВК Анкама. Авторская вандровка – гэта экскурсия по нетыповых местах Гродна с наведванием музея, синагоги и наводугустацинных страв национальной кухни. Затым з'явилися новые вандровки. До прикладу, под назвой «Адрейна» до «Гродненских бюрагов», присвеченная людям с немецкими коронями, які о свой час жили в Гродне и зробили за важный внесок у его культуру и развитие. Интерес колоссальный. Потом мы начали создавать еще, еще, еще. И основываясь на опыте общения с посетителями, они хотят получить не просто знания, они хотят получить эмоции и впечатления. Поэтому мы проводим не просто экскурсию, но мы предлагаем и дегустацию, и концерты, и что-то развлекательное. И только тогда это получается полноценный продукт, который заинтересовывает наших посетителей. Тем часам у Музея истории и религии завершает работу над новым проектом. Як прогучала, экскурсия с выходом у город будет вельми насыщенной и протянется больше, чем три годины. В конце октября 29-го мы запускаем программу, посвященную монашеской жизни. Первая часть программы проходит в нашем музее. Далее мы отправляемся на территорию костела Девы Марии Ангельской, на территорию бывшего францисканского монастыря. И там нас тоже ожидают много интересного. Там нам и экскурсию проведут, и покажут, как играть на органе, проведут мастер-класс по игре. Завершится все театральной постановкой, посвященной Максимилиану Кольбы, известному гродненскому монаху. И эту постановку подготовили дети-прихожан этого костела. У листопаде сопрацовники Музея истории и религии обьяцают новую интерактивную экскурсию. А присвеченная она будет традиционному восиньскому святу беларусов дяды. До роства з'явится еще один проект. Як поведомляется, он затекает, як дорослы же хоровых гостей при неманне, те, какие дети указочные колядно-святочные пиры чекают судов.